Привет, дорогие друзья! Сейчас расцветает, и это очень хорошо, потому что говорить буду я очень и очень много. Почему много? Потому что сегодня мы поговорим об оружии ближнего боя. И для того, чтобы было проще о нём говорить, я его расставил в таком порядке, как вы видите. То есть от самых таких слабеньких до более и более мощных, и в принципе, как вы видите, до любимец многих. Ну что же, давайте начнём по порядку. Начнём мы с pocket knife, то есть с карманного ножика. Весит он относительно мало, хотя по сравнению с другими предметами достаточно много. Он весит даже больше, чем обычный столовый нож или нож мясника, или как его ещё называют, разделочный нож. Ну да ладно, давайте поговорим об этом ножике. Он у меня как раз в руках. Ножик достаточно маленький и достаточно шустрый. Но несмотря на это, мне кажется, что кулаком зомби убить намного быстрее и проще. Но не стоит забывать о том, что pocket knife, то есть карманный ножик, или как многие его ещё любят называть заточка, используется так же, как инструмент. Инструмент для того, чтобы сделать ловушку из койл. Там, по-моему, 4 колышка нужно. И вот для того, чтобы сделать этих 4 кола, нам нужен как раз вот этот вот ножик. Итак, следующее это фонарик. Да, вы не ослышались, это фонарик. Самый обычный фонарик. От него толку ровно столько же, сколько и от карманного ножика. Разве что только светит. Ну, светит, кстати, достаточно плохо. Поэтому, собственно, это тоже не есть самый хороший предмет. Но если вам посчастливилось его найти, то у вас уже есть шансы какие-то на выживание. Следующий это также фонарик, но это фонарик уже ручной. То есть hand lamp. Светит он достаточно ярко и можно также отбиваться. Поэтому он всё-таки лучше, чем самый обычный torch. Итак, что же дальше? Дальше у нас, как вы уже видели, это самый обычный столовый нож. Лезвие побольше, значит радиус действия также больше. Скорость относительно большая. И, в принципе, если правой кнопкой мыши прицельно попасть в голову, то можно убить с одного раза. Ну, а так вам придётся пару раз постучать кому-то по голове. Далее нож мясника. Из всего оружия, которое здесь есть, это, наверное, самое быстрое оружие. Но, так как лезвие коротенькое, то это достаточно непрактичное оружие, потому что радиус поражения маленький. Да и, в принципе, убойная сила также не сильно высока. Далее идёт милицейская дубинка. Дубинка весьма хороший предмет. Он с одного раза может спокойно убить гражданского зомби. Но это если хорошо постараться и приложиться правой кнопкой мыши по голове. Ну, а с левой кнопки можно спокойно разгонять противных зомби по сторонам. Так что это, в принципе, уже неплохое оружие для того, чтобы повысить свои шансы на выживаемость. Далее как раз сковородка. Если честно, в начале игры я думал, что сковородка нужна для того, чтобы жарить овощи на костре или чего-нибудь с ними ещё делать. Но, увы, к сожалению, сковородка это самое обычное оружие. Холодное. Кстати, достаточно приличное оружие, потому что бьёт также не слабо. И радиус намного выше, чем у предыдущих всех орудий. Поэтому это также неплохое оружие для выживания. Далее. Далее самая обычная банальная ветка. Вы скажете, что ветка? Я думал, эта ветка нужна только для того, чтобы делать палки. Но нет, этой веткой также можно отгонять злых зомби от вас. Так что, если вы увидели эту палочку, эту хорошую палочку, видите, она даже крушит стены, ой, стены, столбы. Но, к сожалению, до фундамента не достаёт. Приходится присаживаться. И это там говорит о том, что радиус в принципе недостаточный. То есть радиус средний. Но это уже лучше, чем у предыдущих всех орудий. Также есть ещё пила. По уязвимости она в принципе такая же, как и дубинка. Бьёт хорошо, бьёт больно, но радиус также недостаточный. То есть мы даже до пола не достаём. Ой. Ну да, в принципе, это тоже хороший предмет. Также он используется ещё и как инструмент для того, чтобы делать из брёвен. Точнее нет, не из брёвен, а из досок делать палки. Поэтому это незаменимый инструмент, если вам, конечно, не в лом будет рубать кучу-кучу деревьев для того, чтобы собрать всего лишь немножко палочек. Можно сделать всё проще. Срубить одно дерево, брёвна разделить на доски, доски разделить на палки. Их будет очень много и деревьев вам придётся срубить значительно меньше. Так, переходим к следующему. К сожалению, монтировка тоже не инструмент, как я изначально думал. Я думал, там ей можно машины переворачивать, там чинить или ещё что-нибудь делать. Но, к сожалению, это также самое обычное холодное оружие. Самое обычное банальное холодное оружие. Потому что бьёт она достаточно мощно. Радиус у неё относительно средний. Кстати, правой кнопкой мыши вы точно кому-то настучите по голове. Очень сильно. Потому что, если вы присмотритесь, то он делает даже не одно движение, а сразу несколько. Как будто у вас какой-нибудь нервный тик. Но, в принципе, это тоже хорошее оружие. Итак, далее у нас молоток. Или хаммер, как он здесь называется. Не знаю, кстати, почему. Может быть из-за этой причудливой формы, которая немножко напоминает военный джип, если так присмотреться с этого ракурса. Но, да ладно. Радиус у этого оружия также небольшой, но скорость, в принципе, впечатляет. Поэтому по голове можно хорошо настучать. Правой кнопкой мыши вы даже можете с одного раза и убить. Также не стоит забывать, что молоток можно использовать и как инструмент. Вы спросите, для чего? А для того, чтобы делать жестяные банки из металлолома. Берёте два куска металлолома. И с помощью инструмента молоток вы получаете банки. И делайте банки столько, сколько вам нужно. Но главное, чтобы металлолома хватило. Поэтому не стоит забывать о этом прекрасном инструменте. Далее идёт бита. Ну что ж, мы перешли уже к более серьёзному оружию. Здесь радиус уже большой. И убойная сила большая. Можно с одного раза убить гражданского зомби. И понадобится правой кнопкой мыши два раза, чтобы убить военного зомби. Но это уже куда не шло. В принципе, найти можно также везде. Это не есть редким орудием. Так что, переходим к следующему. Не будем застаиваться. Клюшка для гольфа. Убойная сила куда выше, чем у бейсбольной биты. Но приходится терять в скорости. Скорость, как вы видите, тоже что-то такое напоминающее. Вот как будто вы держите кувалду. Вот прям один в один. Вот как будто бейсбольная бита это катана. А вот клюшка для гольфа это кувалда. Но на самом деле до кувалды и катаны им обоим очень-очень далеко. Потому что убойная сила у них приблизительно процентов на 40 меньше. Ну, где-то так. Так что идём дальше. Мы переходим к кирке. Радиус у неё... Кстати, радиус у неё также большой. Я думал, что у неё радиус средний. Радиус у неё большой. С одного раза левой кнопкой мыши вы можете убить гражданского зомби. И два клика правой мыши вам понадобятся для того, чтобы убить зомби военного. Найти этот инструмент можно также везде. Он валяется практически реально везде, кроме воинской базы. А так его можно найти абсолютно везде. Даже на острове с затонувшим или, как говорят, севшим на мель кораблём. Также можно найти на острове с бункером. Но на других островах, по-моему, нет. Потому что там больше и нет, кроме деревьев, ничего. Что ж, переходим к следующему. А следующее у нас топорик. Самый обычный топорик. Ну, кстати, этот топорик... Как вы видите, медленный. И достаточно непрактичный. Хотя, в принципе, ломать, крушить, всё им так же можно и даже очень хорошо. Я, кстати, раньше думал, в чём же разница между этим топориком и вот этим топориком. А никакой. Нет, серьёзно, никакой. Они абсолютно два идентичных. По скорости. Абсолютно полностью идентичные в скорости. И абсолютно идентичные в разрушении. Блин, не буду я уже стучать здесь, а то ещё провалюсь. Тут постучу. Всё равно её скоро ломать. Или не ломать. Да, в принципе, там ещё одна есть. Так, не будем отходить от темы. Но тут стучать уже не буду. Буду тут стучать. Так что разницы между ними никакой. Найти. Единственная разница, да, что найти этот топорик можно лишь в местах, где есть пожарная часть. Также его можно найти в аэропорту. Следовательно, вот этот можно найти, в принципе, также в любом городе. Но чаще всего он спавнится в районах ферм. То есть, именно на ферме, либо же возле колодца. В общем, в окрестности ферм. Переходим к следующему. Мачете. Ну что ж, мы уже подобрались к четвёрке, можно сказать, самых лучших орудий для ближнего боя в данной игре. Мачете это практически аналог катаны. Единственная разница, что он делает урона больше, чем у клюшки, но меньше, чем у катаны. Поэтому всё-таки отстаёт. И остаётся на заднем плане. Но если вы нашли мачете, то вы кардинально повысили свои шансы на выживаемость. Но, к сожалению, если вы играете против других игроков, и у вас нету никакого ствола, то, к сожалению, мачете вам тоже не пригодится. Кстати, радиус у неё поменьше, забыл сказать. Радиус у неё поменьше даже, чем у катаны. Так что переходим к тройке моих самых любимых. Ну что ж. Вот это, можно сказать, и инструмент, и оружие. А также это классная штука, которая помогает вам сохранить ваши мышки. Так что разработчик позаботился хотя бы о чём-то. Что если не нервы, то хотя бы мышки вы сэкономите. Почему? Да, потому что для того, чтобы убить, спилить дерево, или ещё что-нибудь сделать, вам достаточно всего лишь зажать левую кнопку мыши. И наслаждаться. Но меня, в принципе, этот звук немного раздражает. В общем, кому как лучше, но терпеть этот звук. Радиус большой. Достает и сюда, и сюда достает. В общем, везде достает. Но для того, чтобы убить зомби, вам понадобится секунды полторы, наверное, и то прицельной стрельбы. Точнее, какой стрельбы? Прицельной пелянины в самую голову. Но вот единственное, что, по-моему, что гражданского, что военного зомби, она мочит одинаково. Поэтому я её поставил на третье место. И что ж, вот наши два финалиста. Если честно, я не вижу между ними разницы. Дело в том, что и катану, и кувалду можно поставить на первое место. Кому как удобно. Дело в том, что катана очень удобный инструмент, а точнее не инструмент, а холодное оружие. И если на вас напало приблизительно 30, а может быть 40 зомби. Но если вы были в Баривуде, то вы поймёте, о чём я говорю. Потому что вы можете выбрать самую обычную тактику отходить назад и очень быстро левой кнопкой мыши убивать всех подряд зомби. Потому что она мочит его даже с левой кнопки мыши. Ну, правда, при условии, если у вас будут прокачаны все скиллы. Но скиллы прокачать, в принципе, легко. Поэтому, если вы прокачаете все скиллы, то вы можете убивать спокойно с левой кнопки мыши и не заботясь ни о чём. Кувалда же. Ну, кувалда это вообще классная штука. Во-первых, она рушит всё быстрее, чем всё остальное. Я проверял, серьёзно. Для того, чтобы разрушить, допустим, вот этот вот фундамент, вам понадобится 8 ударов правой кнопкой мыши кувалды. Ну, или приблизительно 14, да, по-моему, 14 ударов левой кнопкой мыши. И вам на это, у вас на это уйдёт приблизительно секунд 20 максимум. А если же вы будете пилить той же бензопилой или рубить катаной, то у вас на это уйдёт от полминут до 40 секунд. Ну, это очень долго. Хоть и экономит ваши деньги на покупку новой мыши. Но, ну, куда это годится? Ну, серьёзно. Так же кувалда, что с левой кнопки, что с правой кнопки, с любой кнопки мочит с одного раза и наверняка. Поэтому вам даже не стоит прокачивать скиллы для того, чтобы левой кнопкой убивать зомби, как в случае с катаной. Так что выбор за вами. Я рассказал о всех колюще-режущей, не знаю, ударных ещё инструментах и холодных оружиях. Так же я хочу выделить, особо выделить лук. Я просто не знал, к чему его отнести. Это и не огнестрел вроде бы, и не дальнего боя. Ну, хотя, если прицепить сюда вот этот вот прицел, то можно стрелять куда угодно. Вон там, может быть, будет видно где-то зомби. Сейчас попробую залезть на крышу. Если будет видно зомби, то может даже можно будет кого-то подстрелить. Ай, чуть я упал. Так, где-то тут лестница ещё была. Так, правильно. Вот, мы залезли на лестницу. Если нам посчастливится, то отсюда нужно будет снять какого-нибудь зомби, если его будет видно. Ну, зомби видно, но, если честно, я не уверен, что я в него попаду. Да, зомби нет. Поэтому, ну, в принципе, это такое хорошее оружие. Я думал, что оно бьёт меньше и ближе, чем арбалет. На арбалете у меня, кстати, тоже остался стандартный шестикратный прицел. Вон там, кстати, тоже зомби есть. И у меня, по-моему, есть патрон. Ой, патрон, стрела. Ну, я промазал. Ага, я забыл сказать ещё про одну классную штуку. Называется она байонет. Если у вас закончились патроны, или же закончились стрелы, как в моём случае, то вы можете достать своё оружие. И нажимая клавишу F, вы можете спокойно идти и фигачить всех подряд на своём пути. Но это действует лишь в том случае, если у вас какое-нибудь оружие подлиннее, чем арбалет. Потому что с арбалетом радиус достаточно маленький. И у вас меньше шансов на то, что вы сэкономите своё здоровье. Вы можете кардинально себе ухудшить. Ну что ж, дорогие друзья. В принципе, я рассказал обо всех холодных оружиях для ближнего боя, которые можно найти в данной игре. Поэтому на этом я заканчиваю. В следующий раз я вам покажу, как же выживать на серверах с PvP, не теряя лута. Ну что ж, до скорых встреч и пока-пока. Продолжение следует...